Я смотрю, полиция приехала. Саня, красавчик! Саня, давай! Кто-то... О, взял! Взял, есть, красавчик! Здорово, народ! Как я ранее уже замечал, нас все-таки позвали на рыбалку. В крабе. Мы с Данилой, с женуликом, с Дойфкой, с Бубочкой. Сегодня выезжаем. Завтра у нас 8.30 старт на большой лодке. Попробуем на больше глубинок ловить. Я думаю, будет гораздо интереснее. А сейчас с Данилой договорились встретиться, поехать, собственно, собрать с Настей, перекусить, выдвигаться в путь. Потому что нам от Пхукета до Краби ехать примерно 160-170 километров. Нужно ничего не забыть. И буквально километр Данила до меня не доехал. Какой-то местный тайец решил его поцеловать в российскую попку. Вот, прикольно. Вот так вот начинается наша поездочка. Будем надеяться, что ненадолго затянется все это оформление ДТП. Сейчас дойду, покажу вам. Вот они стоят на дороге, красавчики. Ну, кстати, довольно-таки быстренько уже. Я смотрю, полиция приехала. Уже оформляют. Ну, я надеюсь, ничего серьезного. Данил, привет! Здорово! Ну, что тут у тебя? Здорово! Здорово! Ооо! Ну, не критично, да? А, ну так бампер-то, конечно, на речке отошел. Данил, сейчас забрали права. Сейчас ДТП оформят и пойдем дальше на рыбалочку собираться. Ну, бывает и так. Но Женя там намекал, что какие-то крупные рыбы клюют, доехать нужно обязательно. Тайский инспектор сказал нам follow me, езжай за нами. Вот, мы сейчас, собственно, приехали в отделение полиции. Вот так вот оно выглядит. Вот. И Данила пытается объяснить им, что это въехали в него, а не наоборот. Очень интересная ситуация. Ну, давайте посмотрим, что будет дальше самому интересно. Снимать в полицейском участке запрещено, поэтому я без звукового сопровождения снял, вот видите, даже Wi-Fi бесплатный. Но вот я и хотел, собственно, в основном показать, в том числе вот эту аккуратность. У нас, конечно, такого нет. Ну, вот, шкафчики, все чистенькое, беленькое, уголочек к уголочку, ровненькое. Ну, вот, все не по-нашему. Ну, диванчики удобные, то есть можно рассеяться, действительно, что-то ждать. Ну, в итоге нас отпустили, все в порядке. Вот, бампер, так, конечно, немножко отошел, поврежден, вот, но по строповке в итоге все починят. Вот, деньги выплачивать они отказались, но направление на ремонт дадут. Все в порядке. Отпустили нас из участка. Собираю снасти. Собственно, обещал вам протестировать наши привычные бандиты на тайских водных просторах. Берем с собой маленькие пилькирочки, где-то от 25 до 60 грамм. Вот такие вот. Ну, и уже тяжелый, собственно, металджик. Это такие уже конкретные пилькиры. О, здоровые. Они, собственно, пойдут у нас на большие глубины, ну, и уже на более мощную палку. Ну, понятное дело с собой поводочный материал. Обязательно беру с собой GPS GPS Garmin. Вот такой вот. Очень удобно. Ловим рыбу, фиксируем точки, где ее поймали. Точки накапливаются. Потом знаем, где ловить. Ну, все, сейчас я быстренько собираюсь и погнали. Ура! Едем ловить здоровых тайских карасей. Ну, я надеюсь. Всем доброго утра. Мы проснулись. Переночевали вот в таком вот отельчике. Вот там вот наш номер. Простенько, но на одну ночь вполне себе пойдет. А самое главное, очень недорого. То есть, вот наш номер получается с двумя кроватями. Одна большая кровать, вторая такая полуторка. Ну, соответственно, санузел, раковинка. Холодильник. Таким простеньким ремонтом. Ну, вполне все аккуратненько. А обошлось 17 долларов. Это получается где-то тысяча, тысяча двести рублей. Вот. То есть, цены, конечно, очень демократичные. Это приятно удивляет. Вот. Поэтому, если соберетесь на Краби, знайте, что на Краби существенно дешевле, чем на Пхукете. Может, кому-то пригодится. Если спонтанно решили собраться и поехать в Таиланд, и видите, что на Пхукете мест, собственно, уже нет, либо все очень дорого, то действительно можно поехать на Краби. Потому что на Краби, помимо демократичных цен, действительно, есть свободные места. Идем потихонечку к нашему кораблику. Впереди Яна, Данила, Губочка. Губочка, скажи привет! Скажи, мяу-мяу. Молодец! Такая здесь красота. О, как я люблю лодочки. Смотрите, целый парусный флот. Обалденно! Вот, левее стоят катера. Какой-то из них наш. Сейчас ждем Женю с семьей, и покажу лодочку. Мы на пирсе. Кстати, пирсы оборудованные. Очень приятно. О, бегает Губочка. Молодец! Вот тут можно водичку залить. Возможно, даже где-то есть и электрические розетки. вот такие здесь лодки. Вот на такой, собственно, мы рванем. Такие варианты еще в крови предлагаются. Ну, вот эта лодка вполне ничего. Такая заряженная. Два мотора по 250, Хонда, удобный мостик для вываживания рыбы. Там сидушки, куча палок. Вот, я так понимаю, свои снасти брать необязательно. Вот, думаю, какие-то пликирочки лучше прихватить. Ну, давайте посмотрим, какие еще лодки стоят. Вот, яхты. Вот там дальше тоже. Различные спидботы. Вот эти спидботы, это больше как маршрутка такая, водяная. Она быстро доставляет в нужную точку. вот такая вот лодка есть. Это больше, видимо, троллингового формата. Да, вон там и кресло троллинговое тоже стоит. Вот, такая вот лодочка классная, на мой взгляд. В общем, практичная. Небольшой группой на нее сесть и выйти на рыбалочку. Дальше яхты, яхты. Ну, какой-то крейсер здоровенный. Ну, это уже не наш формат. Ну, вот это прикольно. Она жрет, скорее всего, много, конечно. Она получится, честно, подороже. Вот на такой бы я погонял. Ну, ладно, у меня в целом есть планы приобрести комфортабельный круизный катерок. Я очень надеюсь, что когда-нибудь все это исполнится. Вот, я уже смогу вам показать рыбалку со своего катера. Так, ну, ладно, ждем сейчас Женю с семьей и гоним на рыбалку. Решил отдельно снять вот этот вот катер. Выглядит, конечно, обалденно для рыбалки, но я что-то подобное рассматривал. Но, к сожалению, получается, что если выходить на рыбалку на более длительный срок, то невозможно на такое кайфануть, потому что придется сидеть внутри. Видите, как бы снаружи не предусмотрено мест для пассажиров. И поэтому вот этого всего тайского кайфа на мой взгляд просто не оценить. То есть на флайбридже получается может сесть капитан и один человек. Внизу, условно говоря, тоже один человек, скорее всего, никого. Все будут сидеть в кабине. Поэтому передвигаться, троллить и так далее, к сожалению, неудобно. то есть это надо или стоять на корме лодки или сидеть внутри. Внутри либо кондиционер будет работать, сухой воздух, сопли и так далее. Либо необходимо будет сидеть в духоте. Поэтому выглядит, конечно, классно, но для рыбалки довольно-таки практично, но если рассматривать вариант именно, когда уже дошел до момента, что хочется кайфовать от рыбалки, вот такая, к сожалению, не подойдет. Нужно что-то такое более открытое, где все могут рассесться, где будет столик. Но это такой уже вариант более люксовый, скажем так. Хотя есть вполне себе катера, которые не так же прямо дорого стоят. Поэтому лодка классная, но я думаю, мне придется рассмотреть какой-то другой вариант. Вот этот катер, мне кажется, прикольный. Тут правда за пленкой плохо видно. Может конечно он как бы не совсем подходит, но формат интересный. Это когда ты с комфортом передвигаешься как бы на открытом воздухе, но под крышей в то же время. Прям рядом с тобой там те же троллинговые спиннинги, при поклевке ты просто как бы встаешь с удобного кресла и вывозуешь рыбу. На мой взгляд обалденно. То есть вон сразу можно рыбку помыть, да. Вот здесь вот ее можно почистить. Ну не хватает конечно каких-то элементов, да. То есть если вот эта вот зона была бы чуть-чуть подлиннее, да, то наверное было бы рыбачить поудобнее. ну с этой в принципе тоже можно. Вот не хватает держаков подудилища, не хватает барбекю. Давайте посмотрим можно ли рыбачить с такого катера находясь у него на носу. А, вот смотрите, вот видите, есть розеточка, вон проводочек идет, и все, можно подзарядить аккумуляторы. Ну в целом можно и на носу вполне. Тут такое покрытие шероховатое, но можно чем-то и обклеить. Ну в целом очень неплохо выглядит катер. Он якорь плуг, такой не прям супер тяжелый, но он хорошо вгрызается в донный грунт и без проблем держит. Вот такой вот катер. В целом на мой взгляд очень интересный вариант. Надо его обязательно рассмотреть, потому что это такое классное сочетание комфорта, там же внутри еще есть кабины, где можно переночевать, причем переночевать вполне себе комфортненько. На таком и быстрые переходы можно осуществлять от точки до точки. Они в среднем где-то у них кресельская скорость километров сорок, но разгоняются где-то до 60, ну сверх 50, я думаю, идут. Ну в зависимости от двигателя, конечно, у многих двигатели слабенькие, но если нормальная комплектация, вполне себе будет пулять. Вот, внутри можно приночевать, соответственно, есть туалет, там даже душик есть. Вот, обалденно. Если не говорю, вот сюда вот можно куда-нибудь поставить барбекю, поймал рыбу, сразу приготовил. Вот, сел на удобнейший диванчик, там вот внутри, видимо, столик просто убрали, вот, и за столиком все это дело наисвежайшее салатиком употребил. Обалденно. Я приехал, Семья, здорово, здорово, Жень, привет, здорово, Ваня, здорово, Наташа, привет, рад вас видеть. Ах, красавцы какие, сейчас рванем. Все, все здесь, вон уже Кэп собирает с Настей. Сейчас Настя готовы, закинули. Кто болтает, кто ловит, ребята вовсе стараются. Вон там Данила с Саней рыбалят вовсю. Что, ребят, есть поклевки-то? О, уже поклевывает. В общем, рыба будет. Первые забросы, пару тычков. И на этом все. Сейчас капитан обещает куда-то нас отвезти в супер клевое место. Смотрим дальше. Стою рыбачу, думаю, где Данила? А вот он, оказывается, ручечкой и машет. На угря, пошел ловить. Красавчик. Так, взяли рыбину, ну, точнее, берем. Саня, красавчик. Саня, Кто там? Группер. Группер. Can you show fish? Can you show? О, отличная рыбина. Так, смотрим, на что поймали. Еще есть, еще есть, еще один. пелькирок. Ага, пелькирок 40 грамм. Ништяк беленький. Саня, дай пять, красавчик. А так. Давай. Молодец. Саня, что там у тебя? Саня, давай, давай. Красавчик. Ну-ка, кто это? Страшно. Это какой-то вообще, прям, монстр. Ну, Саня, давай мы зубы его посмотрим. Зубы есть. Офигеть, монстрел. Это, мне кажется, это таймень. А, это тайский таймень. Сюнга, Сюнга. Да. У кого еще какие есть предложения? На что взял? Самый кусок мяса, кусок рыбы. А, вот такой вот пелькирочек. Ой-ой-ой. Извини, вот такой пелькирочек и подсадочка рыбки. Ну, кусочек рыбки. Ну, прикольно. Поздравляю, красавец. Так, теперь Ваня тащит. Давай. Давай, Ваня, мотай, мотай. Давай, красавчик. Ну, ну, кто там? Ха-ха, речной монстр. Ваня, дай п***ь. Пятерочку. Молодец. Давай. Красавчик. Есть еще рыба? Так, о, снова Ваня. Ваня, давай. Так, 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 так. О, Бубочка, привет. Ой, милашка. О, вот она, вот она. О, такая же. Прикольно, главное, да, кусок рыбы на одном крючке. А, здесь тоже был кусок, а, тоже маленький, на маленький кусочек рыбки. Ну, прикольно, красивый, конечно. Красавчик, молодец. Так, Женя, Женя кого-то тащит. какой. О, ну, Женя, покажи, кто там. А, этот покрупнее, прикольный. Какой разноцветный. Красавчик. Радужная рыба. Да, красивая. Она всегда перед тунцом ловится. Сразу перед тунцом? Сразу перед тунцом. Так, зачем ты так громко сказал, Женя? Возможно, тунца немного. Так, опять у Сани. Сань, на что? Красавчик. Красавчик. Смотрите, какая там рыбина. Охренеть. Саня, не торопись. Ты, главное, не торопись. Дай ей погулять немножечко. Давай на корму. на корму, на корму. Красавчик. Вот это рыбина. Ну-ка, Саня, ну-ка, давай. Ловим на живца. Все, давай, мелкие. Есть рыба, ребята, смотрите, какая барракуда. Вот это зубы. Охренеть. Живец. Что, как тебе? Офигенно. Дай пятюню. Красавчик. Вот это рыбина. Вот это огонь. Молодец. У Сани вдарила нормально. Сань, а что ловил? Этот. С подсадкой? С подсадкой, без нас с подсадкой. О, красавчик. Так, Саня, давай. Ты, главное, не торопись. Барракуда. Барракуда? Сева. А, не барракуда. Не-не-не-не, вообще. Так, давайте. Вау, вообще какая-то новая рыба. Я такую не видел. Иди на корму, на корму, проходи. Сейчас, сейчас все уберем, Сань, все уберем. Есть, 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 папа у меня хорошая. Так, сейчас, стой, стой, стой. Давай, давай, Сань, на корму, давай. Хорошая рыбина, ребята. Женя, а ты сам, а ты сам его научил, такой. Не надо сразу все тайны выкладывать. Так, так, так. Давай, давай. А дайте захватку, ребят. Сошла? Блин, ну не расстраивайся. Ладно, отличная была рыба. Молодец, Сань. Это черт какой-то морской, походу. Не знаю, потом посмотрим. Попался вот такой вот страшненький морской товарищ. Не знаю, кто это. Вот, если кому известно, черканите. А ты что рыбу-то не снимаешь с крючка? Ну, покрупней пусть на нее половится. Что, да ладно, недавно так ловишь? Вот это все вот, ну парни. Красавчик. Ну давай, запуливаем. Ты прям так забрасываешь? Офигеть. Ну давай. Ждем поклевку, видим, мокробные рыбы, правда же? Да, красавчик. Опа, у Руси большая рыба, клюет. Пролезть. Вон, я вам покажу ее на камеру. Вон она. сейчас, сейчас, сейчас. Я не вижу сама пока ее. Так, бутылка, это там, донка, да? Ребята, сейчас запутается. Руси зацепил, тянет. все, все прошли, отлично. Так, сейчас нам на корму уходить. Оле, красненько. Наконец-то большая рыба. есть рыбеха, нормальная, ребят. Все пришли, да? Ага. Вытащи свою. Сюда, вот сюда, вот сюда. Так, я пока не смогу плавку вертикально сделать, она сломает ее. Сачок, конечно, да? Сачок серьезный, да. А вот там, кстати, побольше сачок лежит. Там вообще вот такой сачок есть. Смотри, ручно на лево. Ага. Это не опыт? Нет, я думаю, это макрылий, но нет. Давай, давай, не подведи. Есть! Есть! Ребята, отличная рыба. Так. Вот такая рыбеха, ребята. А что ж такое-то? А? Огонь? Смотрите, ребят, какую макрыличку взял. Не клевала, не клевала. И на всплеск, просто прыгнула рыбка, дистанция была подходящая, швырнул, пелькирок 28 грамм. Прям буквально два подвроса, все, рыба есть. Вообще, рыбалка в Таиланде. Огонь! Подписывайтесь! Цепанул я, наконец, нормальную рыбеху. Вот такая макрылина. Вот такая макрылина. Просто огонь! Пытался сейчас со дна рыбы поднять. А взял прям на поверхности. Буквально заброс, там пауза 2 секунды, два рывка, вот, снова пауза. Все, как вдарило прям вообще улет. Реально прям кайфанул. Фух, хороший день. Улет на нами наша лодочка. Сейчас вот на этом баркасе двинем на рыбалку. Шучу. Мы уже на рыбалке. И вон у нас какие красавцы ловятся. Как мастер. Да, молодцы. Так, так, так. Пошло, пошло вываживание. Ну, это серьезная рыба. Да, 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 да. Так, давай, 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 давай. Давай, слабину не давай, давай. Да. Надо же сошла. Ух, не сошла бы, хорошая рыбина. Так, ладно, сейчас поближе подведет. Поближе рыбу подвел, наконец-то. Леска тонкая, долго вываживает. Нет, нет. Вон она. Это обо. Вон она пошла. Стоп. Нет, нет, это скорее всего не акула. Подтягивает. Подтягивает. Сейчас будет в огромное брач. Взял. Взял. Есть. Красавчик. Красавчик. Рыбина. Офигеть. Ребят, ну это где-то, наверное, килограмм. так 15-20, да, ну пятнашка здесь точно есть, офигеть, well done, красавцы, смотрите какая рыбина, вообще я такую не видел, ну-ка, а на что, на что взяла-то, а? Сейчас мы приманочку-то твою посмотрим, вообще огонь рыбина, ребят, вот на такой пилькерок взяли вот эту здоровую рыбину, 40 грамм блестящая, с фосфорными полосочками, огонь, ребят, вот такую вот взяли мы рыбину, офигеть, здесь 15-20 килограмм, вот эта рыбалка на пилькер, представляете, просто по-порту, пилькер 40 грамм, охренеть ребят всем рекомендую от рыбачились возвращаемся обратно в нашем случае дождь пошел после рыбалки а не в процессе ли это конечно просто редкое видение офигенно рыбу поймали возвращаемся в порт и сейчас дождик позволит может еще немножко покидаем иногда в порту рыбка-то поклевывает но сейчас полный отлив поэтому конечно сомнений есть но в революцию отлично половили пойдем в ресторанчик перекусим и будем двигать домой конечно обалденное место так и едем сейчас рыбалочки в ресторан перекусить и по дороге видим как гуляют слоны обалденно вообще просто тайцы сели на слона и поехали по своим делам просто бомба давайте ребят пока пока хорошего дня корзиночки по 100 бат сейчас пойдем кормить слонов сейчас будем кормить слоняша смотри слоняш давай ну-ка 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 дайте еще два бананчика давай май френд два банана два банана для лучшего слона на такой хороший красавчик просто класс ой какой шершавенький да слоны конечно обалденные ребята ну ладно будем докармливать слона и поедем ребят сейчас присели в рейстике от жени отдал рыбку нашу которому поймали приготовить сейчас нам ее не знаю пожарит попарят покоптят способ приготовления мне не вести но одним словом сейчас будем пробовать обалденно принесли нам рыбку смотрите какая макрель к этот уже размялись группе ручками но макрель просто великолепно сидим так вот ресторанчики все здесь ну ладно уж перечислять не буду все красавчики всем хорошего дня ребята рыбалочка наша закончена рыбу которую поймали мы съели так бы всегда возвращаться с рыбалки поедать свой улов причем довольно таки вкусный группе рима крыль как говорится на столе бывают не часто все довольны булочка тоже очень рада всем спасибо за просмотр кошку покормила и кошечку мы тоже покормили да всем здоровья счастья отличной рыбалки до новых встреч как гуляют слоны